Всем привет! Продолжаем изучать Elixir и предлагаю сегодня разобрать наши любимые операторы AND OR NOT. Так вот, в Elixir существует три способа, каким образом мы можем работать с ними. Первый способ – это тот способ, к которому мы все должны привыкнуть благодаря другим языкам программирования. Используется здесь следующий синтаксис – AND OR NOT. Так вот, вот эта группа, вот эта группа – AND OR NOT – она работает исключительно с булевскими значениями true или false. То есть, ваше выражение должно редуцироваться до вот этих булевских выражений true или false. Я здесь простой вариант пишу, но обычно здесь какое-то выражение, но оно в итоге редуцируется у вас за true или false. Это то, как вы все привыкли. Дальше поехали. Какая же вторая группа? Я уже показывал, что if работает в таком необычном ключе. Он может принимать не только булевские значения, но вообще все, что угодно на самом деле. Нам нужно лишь теперь понять, каким образом у нас интерпретируется вот это значение, которое мы подставляем, куда мы обычно подставляли булевское значение. Почему вот здесь вернулась вот эта ветка, а почему вот эта, вот здесь вернулась положительная ветка. Здесь отрицательная, а тут положительная. Так вот, это открывает нам вторую группу. Так называемые нестрогие операторы. То есть, вот эти вот AND OR NOT – это строгие операторы, а вот эти вот – это нестрогие операторы. Вот они-то могут принять все, что угодно, не только булевские. С булевсками они работают, как обычно. Нам нужно лишь теперь понять, как они работают не с булевсками. И здесь правило достаточно простое. Non-strict false расширяется всего лишь одним значением – nil. то есть, когда мы используем… Так, давайте я здесь явно напишу. То есть, когда мы используем вот эти вот нестрогие вариации, наш false рассматривается теперь… может рассматриваться как два возможных значения. Это либо сам false, либо nil. Либо false, либо nil. Именно поэтому здесь вернется положительное значение витогита, а вот здесь вернется отрицательное значение, потому что модули… у меня nil. Нет никакого модуля. Это возвращается в значение текущего модуля. А здесь нет никакого модуля. Так вот… И если я применю вот оператор нод… теперь к модула… модула… то я увижу, что… true… раз он у меня обратно… обратно… возвращает… именно… Ладно, давайте дальше исследовать, чтобы вам вот это до конца и понять. Давайте я введу пару… пару-пару переменных… rich… true… smart… true… 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 false… false… и теперь давайте построим цепочку с помощью наших нестрогих операторов. rich… я сразу напишу достаточно сложный вариант, который может считаться не супер очевидно… smart… но мы его затем и разобьем… объем… так… это я все объединю в одну группу… используем… нестрогий… или… ugly… and… rich… хотя нет… ugly… and… надо было еще какую-нибудь переменную здесь… ну ладно, давайте так… … not marry… him… и мы сейчас… вот здесь вот… ожидаем увидеть… not marry him… а теперь давайте разбираться… потихонечку… давайте поэтапно разберем… если я напишу выражение… rich… and smart… я ожидаю увидеть… true… если я напишу все вот эту вот строчку… так… давайте я прийти уберу пока… речь оставлю… речь оставлю… я увижу… мэрихи… 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 то есть… нестрогий… и… работает следующим образом… он… смотрит первое… если положительное… идет дальше… положительное… идет дальше… дошли до конца… возвращаем значение… если по пути… встретился… false… если по пути… встретился… false… то… вычисление… прекращается… и возвращается… false… false… или new… то есть… когда мы рассматриваем… i… нестрогий… то есть… мы смотрим первое… если положительное… идем дальше… смотрим второе… положительное… идем дальше… смотрим… третье… и так далее… до последнего значения… в конце… в конце… когда… дошли до конца… мы возвращаем значение… которое… оно само… то есть… там… все… что угодно… можно… написать… то есть… тогда… вот эта строчка… теперь… должна быть… более… очевидным… будет… поскольку… смотрите… rich… true… smart… true… то есть идем дальше… pretty… false… все… остановились… то есть… вся вот эта ветка… здесь останавливается… и возвращается… вот этого значения… вернется… false… если бы здесь был new… вернулся бы… был бы true… дошло бы до… мэри… теперь… вот эта вот ветка… она у нас… false… теперь… давайте… разберемся… вот с этой веткой… здесь мы уже знаем… что ugly… ugly… это true… идем дальше… здесь же у нас… и… здесь… у нас… заканчивается… вот эта… наша цепочка… и возвращается… not marry him… ok… теперь… оператор… или… он работает… по-другому… он… вернет… первое значение… первое значение… первое значение… которое… не… false… напоминаю… не… false… когда мы работаем с… не строгими… вариациями… это значит… не… false… и не… нил… 1… 2… 3… нил… 1… 2… 3… … что я… сейчас… 123… то есть… мы ищем… первое положительное… число… первый положительный… объект… а… положительные… здесь… все… кроме… false… и… нила… если… у меня… вся… ветка… false… и… нила… то… вернется… результат… последний… ну… и давайте… вот так… нил… и… в принципе… теперь… более понятно… да… здесь… то есть… или… ищет… первое… положительное… и… отрабатывает до тех пор… пока не встретит… конец… или пока не встретит… первое отрицательное… иногда… вот эти вот цепочки… очень-очень удобно строить… чтобы сразу… приравнивать к какому-нибудь… значению… так… ладно… предлагаю… вам… самостоятельно… еще… поиграться с этим… я перейду к третьей группе… что же за третья группа… третья группа… это… так называемые… битовые… операции… то есть… bitwise… как их подключить… мы используем специальную директиву… use… которая нам подключит… пишут… bitwise… здесь… синтаксис… у них следующий… тройные… ну… раз это у нас битые операции… там есть еще… смещение… сдвиги… кому интересно… более подробно… предлагаю… открыть… документацию… под вайсу… и там… почитать… я лишь просто… здесь покажу… что… есть вот такая возможность… все же… битовые сравнения… используются… не очень часто… по крайней мере… гораздо меньшим количеством… разработчиков… ну… давайте сделаем какое-нибудь… простое… битовое… 1… или 2… ожидаем увидеть 3… почему… мы же битовые… да… делаем… битовая единичка… это 0,1… битовые двойки… это 1,0… ну и… здесь должно быть 1,1… поэтому мы и увидим 3… ничего особенного… и последнее… последнее… о чем бы я хотел бы поговорить… раз уж… я коснулся вот этих вот операторов… у нас есть конечно же… стандартные операции сравнения… чтобы получать наши… про фэлсы… да… но… немногие смогли из вас ожидать… например… результат от выражения… вот такое вот… а это… это почему… это к нам пришло из Ирланга… и вы хотя бы должны знать… что есть вот такая вот… последовательность… корректное… сравнение… то есть число меньше чем атом… атом меньше чем ссылка… ссылка меньше… чем функция… функция меньше чем порт… и так далее… и так далее… как мы видим… битовая стринга… самая старшая… не скажу… что вот это вот… очень часто… вообще где-то… активно используется… но просто имейте в виду… что… такое возможно… чтобы не пугались… на этом я предлагаю закончить… see you next time… что-то… что-то… а